Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видео будет посвящено экспериментам со слаймами. Все, что вы сейчас видите на столе, я хочу замешать в слайм и посмотреть, что из этого получится. Ни один из этих ингредиентов я еще не тестировала, не открывала и вообще не знаю, что они из себя представляют. Так что мне очень интересно, что сегодня у нас получится. Я уже подготовила белую основу. Она находится у меня вот в этом контейнере. Давайте я сейчас все вот это отодвину, чтобы вы могли поближе заценить мою основу, которую я сделала, между прочим, всего пару часов назад. Так что из нее пузырьки абсолютно не вышли и более того, я сидела сейчас, не игралась, потому что она безумно классная получилась. В общем, смотрите, какая у меня белая основа. Она глянцевая, потому что я в нее добавила достаточное количество детского масла и за счет этого она очень красиво блестит и переливается. И мне она этим очень сильно нравится. Как видите, она очень хорошо хрустит и, как мне кажется, довольно-таки неплохо кликает. Ну а теперь давайте уже переходить к самому эксперименту. Саму основу я обратно убираю в ее огромный контейнер. И мы просто с вами берем кусочек и теперь нам нужно решить, что первое мы сюда добавим. Начну я, наверное, с самого дорогого, что у меня есть на этом столе. Это вот такой вот генетический пластилин. В плане самого дорогого я прям это имела в виду, потому что вот эта баночка стоила 270 рублей. А здесь очень мало грамм, как мне кажется. Да, здесь всего лишь 75 грамм. Давайте посмотрим, стоит ли вообще вот эта вот штука своих денег. Открываем. И это вот такая вот масса. Как мне кажется, она очень сильно напоминает обычный кинетический песок. Но, как видите, это называется кинетический пластилин. И давайте смотреть, что это вообще такое. По звуку это что-то очень тяжелое. Ого. Упс. Мне кажется, это нужно помять в руках. И тогда она начнется вот так вот расслаиваться, да. Офигеть, смотрите, как красиво. Это похоже на сноу слайм. Очень приятная штука на ощупь, на самом деле. Но она почему-то рвется, но когда ее потихонечку тянешь, она идет вот такими вот волокнами. Видимо, играть с ней нужно очень аккуратно и очень медленно. И теперь добавляем все это в слайм. Вернее, слайм добавляем в эту штуку. Кстати, кто знает, для чего используется кинетический пластилин, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что, когда я его увидела в магазине, я на самом деле очень сильно удивилась. И вообще не поняла, зачем и для кого это нужно. Но я поняла, что это очень нужно для меня, чтобы смешать это со слаймом. Что-то мне подсказывает, что слайм наш будет такой рыхлый. Да, это действительно так. Прям как сноу слайм. Слайм перестал кликать, но он не перестал хрустеть. Смотрим, какие изменения его ждут дальше, после того, как я все это полностью замешаю. Попробуем его размазать. Да, он размазывается. На ощупь очень-очень приятный, и я даже не могу его ни с чем сравнить, потому что таких ощущений на самом деле я еще ни разу не испытывала от слайма. Отдаленно немножечко напоминает слайм с кинетическим песком, но очень сильно отдаленно. И как видите, он размазывается так же круто, как самый настоящий баттер слайм. Обалденно. Вау. Давайте я попробую еще раз растянуть и показать вам, как это красиво. Просто зацените, как красиво он тает в моих руках. Обязательно нужно сделать, конечно же, розочку. Слушайте, это неплохая идея для слайма на продажу. Так что, если вы где-то увидите вот такой вот кинетический пластилин, и у вас есть свой магазин для слаймов, то просто берите его. Текстура у слайма получается просто невероятная, очень необычная. И реально, мне кажется, другим способом такой не добиться. Этому слайму я ставлю просто 6 из 5 баллов. Реально, вы не ослышали 6 из 5, потому что он получился невероятным. Кстати, свои оценки для слаймов пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. И мы переходим к следующему ингредиенту. Пускай это будут, я хотела сказать, мыльные краски вот эти, но нет. Пускай это будет вот такой вот пенопластовый пластилин. Знаете, мне кажется, с этим пенопластовым пластилином что-то не так. Либо он действительно такой должен быть. Смотрите. Это нормальная ситуация вообще или нет? Открываем баночку и смотрим, что это вообще такое. Оно такое легкое. Это прям, знаете, вау, это круто. В общем, по ощущениям это похоже на легкий пластилин, но он тянется так же, как и предыдущий пластилин. Но эта баночка стоила намного дешевле, чем предыдущий кинетический пластилин. Я ее купила в районе 90 рублей, то есть почти в три раза дешевле, чем предыдущая баночка, но по свойствам она очень сильно похожа. Смотрите, здесь попался кусочек зеленого пластилина, видимо, из другой баночки, что ли. И этим слаймом покрываем весь вот этот вот пластилин. И теперь все это замешиваем. Круто то, что это все-таки все не засохшее, а просто это плотненькая текстура этого пластилина. И как бы с ним все окей. То, честно говоря, я думаю, что он будет прям каменный-каменный. Я уже захотела размазать слайм, посмотреть, что из этого получится, но нет, пока что рано. Чем больше я замешиваю этот слайм, тем больше он мне тоже напоминает баттер слайм. Смотрите, он стал матовый. Какой был глянцевый слайм и какой сейчас. Он, конечно, не супер матовый, но все равно уже не так блестит, как сама белая основа. В то же время он кликает, то есть его это свойство не потерялось. И круто-круто мажется. Обалденно. Я все замешала, и теперь хочу сделать из этого слайма розочку. Она такая текстурная, смотрите, какая красота. А цвет-то какой просто муа, белиссимо, белиссимо. Я даже не хочу эту красоту портить, но все-таки придется ей похрустеть. Обалденно. Как вам этот слайм? Напишите в комментариях. Мне, если честно, он очень нравится. Прям обалденно, как сильно он мне нравится. Я не могу перестать с ним играть. У него очень приятная текстура, напоминающая баттер. Она очень мягкая, очень такая бархатистая, что ли. В общем, очень-очень приятная. И вы даже, наверное, слышите, какие звуки он издает. Его очень приятно размазывать, и хочется это делать постоянно. Я хочу попробовать надуть из него пузырь. Интересно получится, нет? Нет, все-таки, наверное, нет. Да, из такой текстуры пузыри, к сожалению, не надуваются. По крайней мере, у меня. Поэтому не будем даже пытаться. Давайте растяну. Похрущу. Еще раз растяну и покажу вам, какой он, когда его растягиваешь. Ммм, какая красивая розочка. Сейчас убираем в бокс. Ого, он даже прям вошел сюда, прям идеально. Смотрите, мне даже не понадобится брать дополнительный боксик, потому что все вместилось в эту коробочку из-под пластилина. Это супер. И переходим к следующему эксперименту. У меня здесь есть вот такие вот две одинаковые штучки. Это называется кинетический пластилин. Слушайте, я только сейчас поняла, что вот это кинетический пластилин и это кинетический пластилин. Но этот стоит 79 рублей. А грамм здесь... И здесь тоже 75 грамм. Камон, ребята, офигеть, в три раза дешевле, чем вот этот. Давайте скорее его открывать и смотреть, будет ли он такой же крутой. Так, первая упаковочка у меня, смотрите, голубого цвета. Пробуем ее растянуть. Да, она так же, такими же волокнами растягивается. Это невероятно. Просто ставим это без комментариев. Вы видите, как это круто смотрится, и я хочу скорее это замешать. Берем кусочек слаймика и покрываем кинетический пластилин. И все быстренько замиксовываем. Мне так нравится это все замешивать. Смотрите, как красиво голубой с белым. Красивое сочетание. Я его еще, конечно, не весь полностью замешала, но я уже вижу то, что слайм круто размазывается. Так же классно, смотрите, растекается. Я не знаю, как правильно это называть. Свойства слайма. В общем, очень-очень красиво он такими волокнами идет. Он очень тихо кликает, то есть это свойство практически потеряно. Кликает, конечно, но очень-очень тихо, как вы слышите. Все, готово вам показать. Растягиваем его, делаем розочку, хрустим. Это великолепно. Вот прям, вы слышали этот звук, какой был странный? Что я хочу сказать, что вот этот вот кинетический пластилин ничуть не хуже, чем вот этот кинетический пластилин и слайм получается. Абсолютно точно такой же при замешивании. Этот просто стоил 280 или 290 рублей, этот 79 рублей. Так что, если вы увидите вот такой вот этот фильм из The Fur, смело его покупайте. Он очень классный и полностью стоит своих денег. А вот этим нужно подумать над своим поведением. И почему такой недорогой пластилин, когда есть намного дешевле. Кстати, кто знает, как называется такая текстура слайма, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я, к сожалению, не знаю. Да, но когда вы мне напишите, я узнаю, тоже буду в теме. Так что, скорее пишите. И уже пора его убирать. Так что, да, убираем его вот сюда в стороночку. Наверное, с вот этим мы его не будем смешивать, потому что это вообще то же самое, только другого цвета. Здесь такой сиреневый идет. И давайте перейдем к вот такому вот супер-лайт клей. 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 Короче, вы меня поняли. Это легкий пластилин. Я его нашла в Галамарте. Я просто его решила купить и посмотреть, он вообще нормальный или нет. Вот такая вот упаковка стоила, по-моему, 89 рублей. А пластилина-то здесь совсем чуть-чуть. Смотрите, как мало. И самое главное, самое главное, он ничем не защищен. То есть, там было много упаковок, которые были открытые, все поюзанные. Короче говоря, неприятное ощущение на самом деле. И мне кажется, этот пластилин засохший. Ну да, такой, не первой свежести, конечно. Смотрите, он тянется, рвется. Ну, очень плохо тянется и очень сильно рвется. Ладно, давайте просто смешаем его с моим салаймом. Берем кусочек и замешиваем. Я сразу же замешаю все цвета. Посмотрим, какой цвет получится в итоге. Голубой, розовый, желтый, неоновый и просто желтый. Вот этот желтый, он вообще прям каменный. Смотрите, он прям, ну, вообще засох. Все печально с ним. Замешиваем. Мне кажется, даже он не замешается совершенно. Будут просто куски. Ёшкин, Макарёшкин, смотрите, какая дичь. Он просто рвется. Там вроде бы это все уже начало замешиваться, что меня, конечно же, радует. Но слайм становится прям максимально дубовый. Смотрите, я прям прилагаю усилия для того, чтобы я его смогла растянуть. Смотрим, что у меня получилось. Получилось у меня что-то непонятное. Хороший слайм превратился в очень резиновый слайм. При этом кусочки вот этого пластилина легкого не перемешались. К сожалению, они настолько дубовы, что просто даже не замешиваются. Я очень надеюсь на то, что со временем он полежит, пластилин размяхнет от слайма и станет это все намного лучше. Но пока что это вот такая вот ситуация. Мне очень приятно. И это тот эксперимент, который в этом видео будет неудачным. Надеюсь, единственный. Я вот так хотела растянуть. Делаем розочку и попробуем супер круто похрустеть. Ну, почти это было супер круто. Кстати, он кликает на удивление. Неплохо так, да? Ладно, убираем эту непонятную штуковинку грязного цвета в сторонку. Смотрите, сколько здесь просто нерастворенного пластилина. Ё-моё. Всё, убираем его в стороночку. И переходим, знаете, к чему? К мыльным краскам. Давайте всё-таки к ним перейдём, потому что я всё на них смотрю, смотрю и хочу посмотреть, что это вообще такое. В общем, я нашла их в отделе для детей, по-моему. Это какие-то краски, которыми можно играться в ванной. При этом, как написано здесь, они не будут пачкать ни руки, ни ванну. В общем, они максимально безопасны. И самое главное, как я уже и сказала, они ничего не пачкают и не оставляют следов. Я купила три цвета. Голубой, красный и жёлтый. И сейчас мы давайте протестируем хотя бы один цвет какой-нибудь красивый. Так, у меня уже есть жёлтый слайм, розовый, голубой. Слушайте, все цвета уже есть. Ну, давайте сделаем всё-таки красненький. Открываю я, значит, этот тюбик с краской мыльной. И меня ждёт вот такой вот неприятный момент. Она немножечко протекла в крышечку от под тюбика. И, собственно говоря, как-то всё здесь открылось. И, в общем, всё вытекло. Это реально похоже на краску. Обалдеть. Смотрите, какой яркий, насыщенный красный цвет. Ёшкин, макарёш. Теперь давайте это всё замешивать и смотреть, испортит этот слайм, либо же, наоборот, только его преобразит. Честно говоря, такое красное, что я не верю в то, что это не окрасит мои руки. Ой-ой-ой. Походу, мне понадобится активатор. Пахнет, кстати, очень вкусно, какой-то клубничкой. Секундочку. Мне сейчас мой оператор принесёт активатор, потому что я не думала, что мне тут придётся что-то активировать. И мы с вами всё сделаем как надо. Потому что слайм, как вы видите, очень сильно разжижел от этой мыльной краски. Я готова. Наливайте. Дождь из активатора всё охватит. Надеюсь, что такого количества было достаточно. Сейчас я это всё замешаю, соберу всю красочку со стола. И мы с вами посмотрим, что получилось. Я готова вам показать этот слайм с мыльной краской. Слушайте, ну результат меня радует на самом деле. Потому что слайм стал намного лучше кликать. Ну то есть это то же самое, что я бы в слайм добавила какой-нибудь шампунь или гель для душа. Он становится такой более... Это баблгам слайм. В общем, в нём появляется очень много пузырей. Он начинает очень круто, как вы слышите, хрустеть. Ну классно же. Ну просто, ну супер же. Ну что ещё нужно? Это идеально. Я нашла какую-то крутую вещь. Прям очень классную. Это два в одном. Это экономия денег, экономия средств и краска. И, собственно говоря, шампунь. Этот тюбик, по-моему, стоил в районе 100 рублей. Может быть меньше, может рублей 80. Честно не помню. Но, в общем, цена приемлемая. И добавила я не очень-то и много. И вот что у меня получилось. Цвет очень красивый. Запах приятный. Мне кажется, теперь в основу можно не добавлять ничего, кроме этой краски. Собственно говоря. В плане того, что смешать клей с этой краской. И посмотреть, что из этого получится. Реально, надо будет как-нибудь протестировать. Если вы хотите, то напишите об этом в комментариях. Мы с вами посмотрим, как будет вести себя просто клей. Основа уже со всякими там добавками, типа масла и т.д. И что из этого будет получаться. Хрустит, конечно, невероятно. Реально, bubble gum slime получился максимальный. Потому что так сильно пузырится. Только bubble gum slime и могут. Не могу остановить себя. И не могу контролировать свои эмоции. И перестать играть этим слаймом. Мне кажется, он даже увеличился раза в полтора, наверное. Я, наверное, все-таки уже отлипну от этого слайма. И беру его в сторонку. Вот сюда. И мы перейдем с вами к последнему эксперименту на сегодня в этом видео. Это вот такой вот эластик. Мне кажется, это тоже типа какого-то пластилина. Здесь ничего не написано. Просто написано эластик. Невероятно лепится. Невероятно тянется. Стоил он 199 рублей. Что-то написано. Держит форму. Нет, засыхает. Растягивается. Не липнет к рукам. В общем, все идеально. Классные у него свойства. Теперь давайте смотреть, что же это за штука на самом деле. Здесь на самом деле скотч, поэтому мне придется воспользоваться ножничками. Открываем. И нас встречает еще одна упаковка. Ее убираем. И здесь уже... Та-дам! С тот самый эластик массой в 120 грамм! Я вам забыла об этом сказать. Так что да, здесь 120 грамм. Смотрим, что это такая за неведомая штуковина-то. Она там вроде прыгать должна, нет? Или я уже сама приду? Держит форму. Нет, прыгать он не должен. Упс! Это было очень громко. Я хочу его сломать. Маша изверг. Ого! Это, наверное, тот же самый кинетический пластилин. По-моему, один в один. Уже третий кинетический пластилин в нашем видео, только уже из другой ценовой категории. Да! О, боже! Я не могу останется. Теперь поняла, где спряталась моя новая любовь в плане добавки к слаймам. Это кинетический пластилин. Так круто! В общем, вы меня понимаете, да, что это очень круто. Берем кусочек слайма и добавляем. Мне кажется, слайма надо взять побольше здесь, только этого пластилина. Ну ладно, сколько есть, только есть. Все, добавляем. Я хочу в таком состоянии сделать розочку и посмотреть, как получится. Не получится, видимо, не получится. Еще раз давайте попробуем сделать розочку, пока я все не перемешала. Давай, Маша, ты не рукожоп, ты не рукожоп. Еееееее! Почти что не рукожоп и почти что розочка получилась. Текстура максимально какая-то матовая. Мне кажется, слайм вообще перестал блестеть. Даже несмотря здесь у меня стоит очень много профессионального света, который прям... То, что не блестит, начинает блестеть, слайм все-таки не блестит. Прям этот слайм называется антиклик, потому что он вообще никаких звуков не издает. Но зато он очень-очень круто размазывается. Еще одна любовь в этом видео. Слишком много любви к слайму у меня в этом видео, но мне все вообще нравится. Все, что мы с вами сегодня сделали. И просто этот, как вишенка на торте, слайм получился офигенный. Прям огненный слайм. Делаем огненную розочку. Еееее! Кстати, а вам нравятся такие слаймы, такой текстуры? Проголосуйте, пожалуйста, здесь в комментариях. Мне будет очень интересно, нравится моим подписчикам такие слаймы. Или, может быть, вы вообще любите только другие слаймы. Короче говоря, голосуйте. Я, наверное, этот слайм назову фламинго. Не знаю почему, но мне очень сильно он его напоминает. А как бы вы называли этот слайм? Скорее пишите в комментариях. Да и вообще можете придумать название для всех слаймов, которые у меня были сегодня в видео. И я буду лайкать ваши комментарии с самыми интересными. Короче, со всеми, наверное, названиями буду лайкать. Так что скорее пишите, и мы выберем самые-самые интересные названия для всех слаймов, которые я сегодня вместе с вами сделала с помощью вот таких вот интересных экспериментов. А также напишите, что мне еще в следующий раз добавить в слаймы. Может быть, вы видели какие-нибудь интересные штучки в магазинах, но боялись их купить, потому что не знали, как они поведут себя в слайме. Но я это обязательно сделаю, так что скорее пишите в комментариях. Самые интересные идеи я, конечно же, буду реализовывать. На этом все, ребят. Я вас очень сильно всех люблю. Увидимся с вами совсем скоро. Крутых вам слаймов и всем пока!